Выпускники всей страны сдали сегодня первые единые госэкзамены. За парты в общей сложности сели около 173 тысяч человек. Они проверили свои знания по информатике, географии и литературе. Это предметы по выбору. Как проходят госэкзамены в столице Чувашии, расскажет Юлия Важенина. Напоминаю, с собой берем в прозрачном пакетике две гелевые черные ручки, паспорт, пол-литра воды, ну ни пух, ни пират. Даже на улице выпускники стоят на расчерченных на асфальте квадратах. Так соблюдается дистанция. Заходят школьники тоже по очереди, проходят через металлодетектор. Их встречают у входа, проверяют температуру, обрабатывают руки антисептиком. Мы можем наблюдать, что в школе работают два входа для детей. Сами школьники заходят строго по графику. Между школами, как правило, 15-20 минут по запуску. Между самими детьми выдерживает социальную дистанцию. В этом году ЕГЭ проходит только для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы. Таких в Чебоксарах 775 школьников. Максимум в классе сидит 9 человек. Сидят они зигзагообразно. Соблюдается социальная дистанция полтора метра. Ну а за ходом проведения экзамена наблюдают по видеосвязи. Всего в столице республики 11 пунктов проведения экзамена. В городах Чебоксары, Канаш, Новочебоксарск, Шумерля. Батревском и Чебоксарском районах. Только сегодня географию, литературу и информатику сдали более 1200 человек. Возможности узнать задания экзамена заранее у школьников нет. Вскрытие дисков проходит на глазах выпускников. Организатор в аудитории покажет всем детям целостность пакета, где хранится диск. Затем этот диск вынимается при детях и начинается его активизация. Задания экзамена на диске. Они как раньше в бумажном виде. А распечатывают их уже в самих кабинетах. В штабе мы получаем диск с заданиями, на которых здесь 15 вариантов. И получаем пакет, в котором уже использованы задания, которые выполнят ребята во время экзамена. Мы их сюда складываем и возвращаем уже в штаб. За упакованный, то есть чтобы никто не посмотрел. Яна Жебет мечтает стать врачом-кардиологом. И чтобы поступить на эту специальность, девушке нужно сдать химию и биологию. Подготовку к ним Яна начала еще в 10 классе. А сейчас вышла на финишную прямую. Готовлюсь с репетиторами, со школьными учителями. И сама решаю тесты на онлайн-ресурсах. Пока я чувствую себя отлично. И мысль о надвигающемся ЕГЭ меня не беспокоит. Но я думаю, за день до ЕГЭ я буду сильно волноваться. Потому что все-таки решается моя судьба в этот день. Госэкзамены продлятся до 23 июля. Но если по каким-либо причинам школьник не сможет уложиться в отведенный срок, в августе запланированы резервные дни. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика.